— Да, друзья, на самом деле могу сказать, кто нас в Ютьюбе смотрит, и вчера я это анонсировал, видел, кто не видел, про гостя. Все равно тема очень большая, может быть, пару слов стоит сказать здесь, воспользовавшись этой трансляцией. Будет у нас главный информатор, источник «Медузы» в том самом, как они это называют, расследовании. — Скандальная статья? — Да, в скандальном тексте, если хотите. Я не считаю это расследованием, например. И многие уважаемые журналисты критиковали, как это написано с точки зрения журналистики, плохо. И главный их источник, он, в общем, решился поговорить с нами. Он впервые выступит в другом СМИ, в данном случае он писал в Фейсбуке свое мнение на сей счет. Он что-то еще сказал «Медузе», когда они оправдывались за свой текст чуть-чуть подробнее, кто он такой. И у нас он прозвучит в эфире по телефону. Согласился с нами пообщаться, еще на связи уже, вот я это знаю. Так что ждите, попробуем задать вопросы, которые не задала «Медуза» или не были опубликованы ответы на эти вопросы. Может быть, у вас есть какие-то вопросы к этому человеку, ну, естественно, связанные с текстом «Медузы». Пишите на YouTube. Напоминаю, что в этом тексте обвиняется, что, по-моему, трое фигурантов пензенского дела причастны к убийству, потому что они, занимаясь наркоторговлей, избавились от свидетелей двух человек. А один, еще, оказывается, есть молодой человек, который за границей скрывается, и он признался в убийстве. Вот. Но в тексте не хватает, конечно, доказательств. Вот. Версия вполне может быть рабочей и настоящей. Никто с этим не спорит. Но подано это в очень было сыром виде, и поэтому мы, по сути, доделываем работу коллег. И главное, подано это было в определенный момент. То есть между... Да. И подано это было прямо перед началом питерских заседаний. То есть пензенская история закончилась. Закончилась она, как мы знаем... От шести до восемнадцати. Да. И вот в этот промежуток, когда, в общем, очень многие активно стали уступать с поддержкой фигурантов дела и сети, вдруг возникла вся вот эта вот история. Так, возвращаемся. Сейчас мы подводим итоги. Да. Мы вернулись к вам. Доброе утро всем, кто к нам только присоединился. Татьяна Троянская, Сергей Кагермазов, Лугольный Королёв. За звукорежиссерским пультом у нас сегодня. И мы определились с победителем. Ну, во-первых, правильный ответ. Архитектор, отец рижского модерна Михаил Эйзенштейн. И у нас было очень много правильных ответов. Мы гордимся вами. Александр был первым. Телефон Александра заканчивается на 94-11. И вот все эти подарки, которые мы перечисляли вместе с этой чёрной бутылочкой... Того самого напитка. Да, да. В общем, достаются Александру. Но все, кто сегодня не выиграл, не расстраивайтесь. Поскольку мы продолжаем рижские каникулы. И вообще Дни Риги в Петербурге пройдут с 10 по 12 марта. В их рамках будут проводиться кинопоказы, выставки и другие культурные мероприятия. Ну, а мы идём дальше. Вы слушаете программу «Разворот». Итак, друзья, двигаемся дальше. Сейчас с нами на связи будет Илья Хесин, как он представляется. Это главный источник издания «Медузы» в том самом нашумевшем тексте по делу сети. Напомню кратко. «Медуза» выдвинула версию, назвала это расследованием, что где-то три человека из дела сети, которые уже получили свои сроки в Пензе, от 6 до 18 лет там людям дали, они причастны к убийству. Якобы они занимались наркоторговлей. У них было два свидетеля из круга их знакомств. Юноша и девушка. И они решили от них избавиться в лучших традициях криминальной драмы. Убили где-то в лесу, закопали. На это якобы указывают некоторые материалы дела и разговоры с окружением этих людей. Соответственно, этот текст появился незадолго до того, как возобновились заседания по петербургским фигурантам. Это очень насторожило группу поддержки. И сам этот текст очень много критиковали маститые журналисты. Вы можете это найти в сети, что он плохо написан, что это не журналистский текст. Никто не критиковал особо версию выдвинутую. То есть, может быть, это так, может быть, не так. Но вопросы оставались к тексту. И вот главный источник Илья, он какое-то время скрывал свою личность, но решил все-таки поговорить, так сказать, с обществом. Он высказался немножко на Медузе. Он публиковал в Фейсбуке на своей странице свою историю. Можете прочитать. Она сейчас тоже расходится по интернету, ссылка. И сейчас он будет с нами на связи по телефону. И мы обсудим что-то, что, может быть, осталось за кадром. Сейчас Илья с нами. Илья, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Да, Илья, слушай, первый вопрос. Скажи, пожалуйста, вот Илья Хесин, это твое действительно настоящее имя? То есть, так тебя можно найти, грубо говоря, по полицейским базам? Это все правда? Ну, совершенно верно, да. Еще хотел спросить, смысл вообще этого текста и то, что ты вышел на журналистов Медузы, правильно ли я понял, что он был в том, чтобы указать, что ФСБ расследует не существующую какую-то террористическую организацию, в чем обвиняют ребят, а на самом деле они должны были расследовать, как считаешь ты, журналисты Медузы, настоящее преступление, данное убийство? Правильно ли я интерпретирую? Ну, практически да, за исключением того, что, возможно, убийство, оно не является, в общем, убийство должно расследовать следственный комитет, а не ФСБ. Соответственно, у нас здесь напрямую конфликт интересов между силовыми структурами и вырисовывать некое неблагостное для общества иерархия, когда есть конкретные улики на совершение преступления, они блокируются, их не дают расследовать следственному комитету, но при этом ФСБ активно ваяет какие-то, лепит из непонятного количества мало связанных друг с другом людей, какое-то сообщество и пытается писать Владимиру Владимировичу какие-то непонятные записки о том, что вот там теракт и вот там оружие какое-то в масле они там подбросили. Ну, то есть, как-то это не очень адекватная, мне кажется, система для правового государства. Илья, тогда объясните, а почему вы вот написали только сейчас и вот в этот промежуток, да, пензенская история и начало питерской? Почему вы до этого, дело же уже продолжается достаточно долго, молчали? Я очень долгое время пытался связываться, прежде всего, с людьми, с которыми я близко обсуждал подробности дела сети. Соответственно, казалось, и какая-то моя, возможно, внутренняя излишняя включенность в этот процесс и какая-то эмоциональная выстримчивость и личная подоплека. И, соответственно, ну, как-то вот люди больше занимались поддержкой именно фигурантов, и мы не смогли в какой-то момент отречься от внутреннего активиста и перейти на режим работы больше журналистки, да, то есть пытаться понять, что же действительно произошло, почему у нас 11 фигурантов активно освещаются, а две мамы ждут своих детей, одна из них уже точно не дождется. И как-то, ну, вот я постоянно с этим сталкивался, сталкивался, пытался для себя тоже решить эту внутреннюю дилемму, а стоит ли, а не стоит ли. Ну, когда уже услышал, что у Василия Куксова туберкулез в открытой форме стадии распада, это очень тяжелое заболевание, которое требует оперативного лечения, я уже подумал, что, наверное, это уже зашло слишком далеко. Илья, скажи, пожалуйста, почему это так важно именно для тебя? Уже писали там в «Новой газете», допустим, что у тебя был роман с женой Пчелинцева, одного из фигурантов пензенского дела. Ты как-то вовлечен, ты знаешь этих людей, или в чем, почему именно тебе это стало важно, и тот же Куксов с туберкулезом? Кто тебе все эти люди? Мало кого из них я знаю лично, при этом среди этого есть товарищи из бывшего активистского прошлого, то есть Юлиан Бояршинов, который сейчас еще в Питере судится, и Илья Капустин, по факту пыток которого уже ведется процесс в Европейском суде по праву человека. То есть изначально я входил в это дело как человек, знакомый которого подверглись очень тяжелому обвинению. Скажи, пожалуйста, в тексте ссылаются медузы на материалы дела, я так полагаю, ты тоже их видел. Откуда они вообще появились у тебя и у журналистов? У журналистов появились от меня, а у меня появились от группы поддержки фигурантов дела сети. В момент, когда фигуранты начали знакомиться с материалами дела, группа поддержки также активно начинала знакомиться с этими материалами, ввиду того, что они очень грубо слеплены, там очень много логических несостыковок. Мы большой группой лиц занимались вычисткой и поиском различных несостыковок внутри этих материалов, и работая по одному вопросу, столкнулись с вопросом тела Артема Дорофеева. Пошло уже какое-то параллельное действие к основному. Илья, скажите, а вот вы подразумевали, что возникнет после реакцию, и какую ждали реакцию вы, и надеялись ли вы на то, что все поменяется, и вот с вашей точки зрения справедливость, она восторжествует, то есть акценты будут переставлены? Ну, в мою точку зрения, здесь, наверное, вообще меньшую какую-то роль имеет, потому что самое главное, что началось, да, это возбуждено уголовное дело по факту возможного убийства Екатерины Левченко, и Следственный комитет имеет некоторые сейчас особо пристальное внимание в отношении себя по факту расследования этого дела. Задаются какие-то трезвые вопросы касаемо, почему это не было расследованием ранее. Ну, я думаю, что ведется какая-то активная работа в том поле, в котором большинство из нас не может узнать, о чем там говорится. Скажи, пожалуйста, да. Соответственно, вот основная, вот почему-то основная, да, какой-то у нас фокус сместился там к моей личности, сместился к журналистской этике. Это, конечно, все здорово, но основной вопрос, кто убил Артема Дорофеева, почему-то очень редко и звучит, но меня радует, что из тех, кого он звучит, мне близки позиции тех людей, как говорили. Откуда уверенность, что материалы дела, которые вы изучали, не изменены как-либо? Почему уверенность, что они абсолютно подлинные, что там не может быть каких-то переписок в пользу следствия? Уверенности, естественно, такой быть не может. Я это везде говорю, что большая вероятность того, что огромное количество этих материалов сфальсифицировано. Тем не менее, есть некоторые основания полагать, что в вопросах данной переписки это менее вероятно. Но пока, наверное, я не могу дать такие подробные комментарии, ввиду того, что это не совсем пока будет этично в отношении других людей. Я бы обратил внимание на переписку. Вот, допустим, новая газета писала со ссылкой на адвокатов, что вот та самая переписка из взломанного телефона одного из фигурантов пензенского дела, там идет несостыковка с датами изменения файлов, дата появления файла, когда задержали человека, потом файл появляется позже его задержания. А именно на этой переписке, как я понимаю, основан, в принципе, и текст «Медузы», и твоя версия вот про это убийство. Откуда доверие все-таки к этой переписке в таком случае, чтобы выдвигать такие... Я думаю, ну, во-первых, адвокаты должны говорить то, что говорят, иначе они не адвокаты, да, их тяжело будет назвать защитниками. Они работают в интересах твоих клиентов. Поэтому их комментарии я вообще, в принципе, не уполномочен комментировать. Соответственно, не хочу сказать, что... И не могу сказать, что основные подозрения основаны на переписке. Переписка – это косвенный такой... Один из десятков косвенных доводов в сторону этой версии. И, в общем, основной-то... Основная была причина об этом задуматься – это опознание неизвестного тела, которое предположительно называлось... Осталось вначале материал сделать Тимофеем, а потом стало Артемом Дорофеевым. И, в общем, как-то... Вот это больше всего подвигло. То, что было известно, что в лес ушли трое, и то, что один из них умер, а то, что потом вдруг умер Артем Дорофеев, это немножко смутило, скажем так. А ты считаешь, что ты мог бы стать жертвой манипуляций со стороны следствия? Да как-то я вообще себя к жертвам не привык относить, поэтому... Ну, что тобой, может быть, манипулируют силовики каким-то образом? Не знаю. Вроде как пока мной никто не манипулирует. Наверное, только мои котики манипулируют, когда они кушать хотят. Илья, скажите, вы подошли к журналистам «Медузы» на акции, правильно? Ну, это первичная такая встреча была с Кристиной Сафоновой. А через какое время все это было опубликовано, и почему именно к журналисту «Медузы» вы подошли? Пробовали ли вы к другим журналистам подходить, к СМИ? Ну, к другим СМИ. Да, через общение с группой поддержки я действительно связывался и с журналистами ОВД «Инфо», они были все в курсе такой версии. Я общался с Егором Сковородовой, который продолжает вести свою кропотливую работу по установлению большого спектра фактов по этому вопросу. И я так в курсе, что ряд журналистов «Новой газеты» был в курсе. Но как-то вот они не заинтересовались, потому что, ну, как мне кажется, вот они не смогли ответить себе на этот вопрос, а надо ли об этом говорить. Почему «Медузы»? Потому что у меня есть высокий ценз доверия господину Максиму Солкову ввиду того, что он пишет достаточно трезвые тексты, в том числе на темы, которые, как мне кажется, очень важны для нашего общества. Ну, как, например, расследование о группе «Енот», да, или расследование там различных его текста о Евгении Манюрове. Вот они меня как-то убедили в том, что этот человек, несмотря на свой антифашистский подграунд, может как-то объективно об этом рассказать. При этом он учел, что, да, между нами может возникнуть некая профилированность, поэтому общался я с Кристиной больше. А насколько быстро публикация вышла после вот вашего общения с Кристиной? Ну, где-то, наверное, неделю, я уже так точно не помню. Хочу задать такой, может быть, немножко личный вопрос, наверное, стоит это проговорить. Многие активисты, там, какие-то журналисты, даже твои знакомые в СМИ тебя ругают, нелицеприятно о тебе говорят, в социальных сетях тоже некоторые написали посты, вплоть до того, что тебя обвиняют просто в сумасшествии. Давай как-то просто ответим на этот вопрос. Есть ли какие-то, уж извини за вопрос, какие-то справки наблюдался ли ты у кого-то или нет? Давай поставим точку в этих обвинениях. Слушайте, ну, у меня права есть, есть разрешение на оружие. Так же и говорит Дима Пчелинцев, однако в обвинении него, ну, в отношении него говорится о том, что есть некоторые моменты о том, что он, там, возможно, употреблял конобиоиды и гальциногены. Ну, в отношении у меня таких справок нет. Естественно, у меня были сложные взаимоотношения, в том числе и в активистских кругах, и, да, с женщинами. Я все об этом подробно написал, так что если кто-то делает акцент на этом, то, наверное, они просто не хотят отвечать на тот вопрос, который сейчас ставит общество, о том, что случилось с Катей и за что убили Артека. Илья, про последствия, которые случились в СМИ, мы, в принципе, в курсе, а последствия, которые случились в вашей жизни. Может, к вам какие-то сотрудники ФСБ обращались? И вообще какие-то перемены в жизни вы заметили после опубликования этой статьи? Пока не заметил, но думаю, что все, может быть, какие-то действия со стороны силовиков в мою сторону возможны. А как бы если кто-то говорит там обо мне что-то негативное, я считаю не обращать на это внимания, потому что это пустая трата сил и эмоций на всю эту переписку. Ты в своем почте в Фейсбуке писал, что когда был активистом, находился под наблюдением Центра Э, других всяких органов, возник вопрос у слушателей, как ты с таким вниманием смог устроиться в госкомпании. Ты об этом тоже пишешь, ты потом поработал в госкомпаниях, участвовал в конкурсе «Лидер Россия». Тебе не мешало это? Тебе не говорили, что вот, молодой человек, новосправки есть? Продолжает активно мешать, но мне работу не сменить. То есть я пытался устроиться в «Росатом», и там система безопасности зарезала на кандидатуру, причем дважды там в протяжении нескольких лет я пытался туда устроиться. И это не единственный случай, но в принципе, я так понимаю, что это не особо помеха. Если я где-то работаю, то, наверное, это возможно. Вот сейчас уже где-то больше недели прошло с публикацией этого текста. Все все обсуждают и что-то обсудили. Как ты считаешь, поспешил ли ты с выводами или нет? А я выводов не сделал дальше, чем сделал выводы «Медуза». То есть я говорю «возможно», и они так и написали «возможно». «Возможно, причастны». Соответственно, насчет таймфрейма, опять же, здесь срок идет на дни и на, возможно, недели в отношении Василия Буксова. И у меня есть такое четкое предупреждение, что вот эти тяжелые сроки, в том числе невиновным ни в наркотических средствах, ни в каких-то общениях с возможными экстремистами, они вынесены по той причине, что государство защищает свои права и интересы. То есть есть какая-то группа лиц, которая говорит, что я не я. То есть мы подразумеваем фигуранты в сети. Есть государство, которое говорит «вы все вот такие вот нехорошие». И они получают коллективную ответственность за то, что их поддерживает общество. И при этом очень важно понимать, что информация о том, что есть убийство и о том, что в нем подозревает ряд фигурантов, она доступна была представителем салон-структур с апреля прошлого года и с мая прошлого года. То есть можно примерно представить, что за прошедшее время, каждый невостоящий сказал каждому вышестоящему все в более мягкой форме, что там дело дрять. И диалог с обществом невозможен. Я думаю, что если сейчас есть возможность осветить каких-то более честных позиций это дело и разделить фигурантов на условно хороших, условно плохих, то, возможно, диалог общества с салонными структурами пойдет активнее. Я вот на это очень надеюсь. И я хотел вот что спросить. Напомню, например, для слушателей, что у Василия Куксова, пензенского фигуранта, в тюрьме его заразили туберкулезом, и болезнь это не лечится. И вот спрашивают слушатели, а как вот то, что ты сделал, это расследование, текст Медузы, и твоя активность поможет Василию Куксову? Ждем, ждем дальнейших результатов. Тут я не могу некоторые вещи говорить напрямую, но надеюсь, что это поможет. А эта публикация, это не единственное, что вы сделали? Вы что-то будете продолжать, да? Какие-то действия? Или что-то уже делаете? Пока, наверное, не могу прокомментировать, потому что пока еще только думаем над темой того, как вообще можно эту ситуацию изменить. Первично то, что я уже действительно сказал, что очень важно более... Ну, вот этот весь эмоциональный фон, он пройдет, а какая-то трезвая оценка действительности в свое время наступит. И очень важно, чтобы в возможном диалоге с властью и в возможном диалоге с обществом соединить вот эти две противоборствующие стороны в точке более честного освещения материалов дела и более честного освещения жизни. Илья, вы говорите мы, а мы это ваши какие-то друзья-соратники или вы уже общаетесь с журналистами той же «Медузы»? Как дальше действовать? Ну, и с «Медузой» общаемся, и еще с рядом других журналистов, которые прежде всего гражданские активисты, мы же журналисты. То есть они появились после этой публикации, я правильно понимаю, или они как-то вас поддерживали в решении высказаться? Да, после. Последний вопрос, ответь, пожалуйста, коротко. В итоге тебе нравится то, что сейчас происходит после публикации этого текста и все обсуждения? Ты доволен происходящим или нет? Ну, тут сложно дать какую-то прямую оценку. В большей степени. Я считаю, что происходит так, как должно быть. Это может кому-то не нравится, может кому-то не нравится, и, скорее всего, большинство невыгодно. Но оно должно быть так, потому что должно быть действие в сторону правды, а не в сторону... Понял. Спасибо, спасибо. Это был Илья Хессин. И главный источник расследования «Медуза», как они это называют, о том, что пензенские фигуранты дел и сети могут быть причастны к убийству и наркоторговле. Наше время заканчивается. Да, я просто хочу небольшой комментарий. Вчера Сережа опубликовал пост, что у нас сегодня будет Илья по телефону, и этот пост вызвал огромное количество комментариев, поскольку наши слушатели писали нам о том, зачем вы это делаете, зачем вы позволяете этому человеку звучать в эфире. Вот я просто свою точку зрения хочу на этот счет высказать. Мне кажется, мы — средства массовой информации, которые дают высказаться и тем, и другим. Вам же не нравится, что Навального не пускают на Первый канал? И ведь у них есть свои доводы, почему Навальный не появляется на Первом канале. Так почему же вы хотите решать, кто у нас должен появляться, а кто у нас не должен? Всем мир, друзья. Мир, да. Давайте слушать и делать свои собственные выводы. А сейчас культпоход, а мы остаемся на них. Да, вот, друзья, наши ютубщики. Не знаю, как вам это было. Постарались ответить на вопросы. Не фигуранты, а некоторые персонажи этого дела должны говорить. Ну, вы слушайте, фигуранты — это устоявшаяся формулировка. Она абсолютно безоценочная. Нет, ну, звучит она отвратительно, но... Нет, ну, слушай, ну, а не фигуранты. Ну, понимаешь, любой человек... Ну, я понимаю. Я тоже согласен. Но если мы будем сейчас говорить там «ребята пойманы», мы будем эту формулировку весь час разжевывать. Вы же понимаете все. Да. Вы просто придираетесь сейчас. Да, вы придираетесь. Скажите честно. Вот, я согласен. Вот. Я не знаю, если какие-то были ошибки, что-то осталось непонятно, пишите, я что-то могу вам ответить на эти вопросы. Вот, Мария, считай, скользко отвечала. Ну, вот судите сами. Судите сами, да. Мы не даем... Я, правда, я даже не хочу говорить свое мнение. Делайте выводы сами. Да, да, да. Я могу вам отметить по конкретике, если хотите на какие-то вопросы, что знаю. Да, мнение тоже высказывать не будем. Пожалуйста, включайте свою голову, потому что очень легко послушать реплику Антона Ореха, Матвея Гонопольского, Сергея Пархоменко, или Юлии Латыниной, или правозащитников, или, наоборот, каких-то сумасшедших, и соглашаться с ними, или не соглашаться. Сложнее, конечно, свое мнение. Да, попробуйте как-то, подумав, сформировать свою позицию. Мне кажется, вот это самое важное, чему нам нужно учиться. Вот. Ну и, конечно, да, тоже для меня одно из главных, то, что, ну, очень уважаю «Медузу» и продолжаю даже после этого, но вот доделываем их работу. Вот это доказательство. Ну да, согласна. Если они считают, что они вот молодцы в данном случае, то почему мы тогда вынуждены вызванивать этих героев и задавать какие-то дополнительные вопросы? Вот так вот. Ну, может быть, Илья, хотя, раз они сотрудничают, почему... Вот Антиох пишет, а мифологизировали фигурантов в дело сети. Здесь специально взяли двух уголовников, чтобы очернить всех фигурантов. Нет, знаете что, похоже, не специально взяли, это вот тоже там версия моя такая, из того, что я знаю. А по поводу мифологизировали, тут главный урок всей этой истории о том, что политзаключённые, а будем их называть так, например, они не святые люди. Они могут быть и убийцами, и наркотарбовцами, и абьюзерами, и женщин бить. Но именно вот эта вот конкретная история и факт пыток, не расследованный должным образом, мы говорим только об этом. Это правда. Это правда. Ну, то есть пытать нельзя. Пытки были, пытать нельзя. Мы не можем говорить, что они белые и пушистые все. Абсолютно. Не должны так думать, да. Абсолютно. Потому что вот после этого текста многие люди, которые вообще ни сном, ни духом, но выходили, допустим, в пикеты, конечно, они задумываются, за кого я в пикеты вышел? За убийц, что ли? Да. Нет, вы вышли в пикеты против пыток. Против пыток. И это касается не только этих ребят. Это касается вообще всех нас. Даже настоящих убийц. Есть человек, убил человека, его потом пытали, вы не должны за это пытать. Есть в уголовном кодексе, нету в 105-й статье УК за убийство. И пытать обязательно. Ну вот Павел написал, на всякий случай от Тузы отпитался. Не надо, Павел, да. Да, это правда, зря. И, ну, так легко можно от всего отписаться. Вот, Антиох подписался. Возвращаемся к погодке. Ну что, у нас по-прежнему весна. Голубое небо вы видите за окном. И температура воздуха сейчас плюс 3,5. И ветер южный 3,7 метра в секунду. Давление атмосферное 747 миллиметров трудного столба. Относительная влажность 81%. Ну, будет достаточно тепло в ближайшие дни. Ну, то есть как, плюс 4, если это тепло, то это тепло. И сегодня морось, небольшой дождь. Завтра небольшой дождь. Небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем 4 марта. Солнце, пишут нам синоптики, не будет. Но вот я сейчас смотрю на небо. И оно взошло, во-первых. Оно взошло уже давным-давно. И где-то оно там за облаками проглядывает. Сылает нам фотоны, конечно. И растущая луна. Я не знаю, что будет. Хорошего вам настроения в этот понедельник. Берегите свою энергию. И дарите ее людям. Ну что? Все, прощаемся. Да, прощаемся. Что тут обсуждать? Собираем подарки для Александра. Складываем их в сумочку. И, в общем... Ой. Сегодня не падает. Да, да. Участвуйте в конкурсах наших, потому что подарки будут еще. Иначе тетрадочки достанутся. Не вам. А вы хоть и хотите. Это точно. Не, подарки отличные в этот раз. Я бы сам себе забрал. Если бы мог... Не, подарки отличные в этот раз. Спасибо.